Шоуа Товга, а Гутуво, хорошая неделя! У нас 151-й урок по Мишлей. Мы находимся в 17-й главе книги Мишлей в 24-м предложении. Говорит Шлома Амеллах. Перед лицом разумного мудрость, а глаза глупца на конце земли. Теперь я читаю это предложение на иврите. Шлома Амеллах говорит. На лице того, кто понимает мудрость, а глаза глупца направлены, находятся на краю земли. Что имеется в виду? Начинаем с Мальбема. Мальбем объясняет, что Пути мудрости очень близки к природе человеческой души. Все время, пока человек не погряз в таавот этого мира, то мудрость близка к его душе. Но когда приходит Питу Ецергоры, когда приходит соблазн Ецера, который есть в сердце у человека, то они начинают противостоять путям мудрости. И каждый, кто понимает страх, кто понимает, что такое страх Всевышнего, то мудрость стоит перед его лицом. То есть, Мальбем объясняет, что в принципе природа человеческого разума – это понимание важности и постижение мудрости Творца. Все, что ему мешает, ему мешает Ецер, который находится в его сердце и толкает человека от понимания мудрости Всевышнего в другую сторону, как мы обсуждали в прошлый раз в том числе, что понятие ксиль, которое объясняет Мальбем, это не означает, что человек глуп, хотя переводится на русский словом «глупец». Это означает, что человек из-за своих таавот, из-за своих стремлений отталкивает в себя мудрость Торы и пытается оправдать себя, и поскольку ему так удобнее, то он не воспринимает слова Торы. Так вот, здесь он говорит, что человеку, перед лицом которого находится страх перед Всевышним, то подобный человек, он постоянно видит перед своим лицом необходимость понимания мудрости Творца. И она как бы выбита перед его душой, что она является цурата элокит, что это какая-то форма божественного присутствия, которая есть перед ним. Кимаре, и она выглядит, как то, что люди видят лицом к лицу. И когда он смотрит в свою душу, и его настоящая цура, настоящая форма, это мудрость, которая написана в его душе. Но человек, который ксиль, то есть человек, душа которого, ядгаалабатаа, она находится погрязшая в Тайвот, и это делает так, что как бы как ржавчина, которая находится перед лицом и закрывает. Поэтому те кусочки Торы, мудрости, которые как бы должны были быть написаны на нем, они скрываются ржавчиной. И это похоже на глину и грязь, которая, когда покрывает какую-то надпись, то надпись не видна. И тогда человек начинает искать мудрость на краю земли. Вместо того, чтобы обратиться к мудрости Всевышнего, которая находится рядом, он начинает работать по другому принципу и начинает искать его где-то на краю земли. Как будто бы эта вещь очень далекая от природы, его души, и удалена от природы человека. Потому что в соответствии с его датом, с его восприятием, ему нужно идти очень далеко и много трудиться до того, чтобы найти ее. Я не подумал, что мне это может понадобиться, и не взял с собой книгу «Дворим» Хумаша. В Хумаше, в Паршат-на-Цавим, которая читается в конце книги «Дворим», там приведен пасук. Раз мне дали, то используем. Спасибо. Там приведен... Ой, нет. Там приведен пасук. И есть Махлоки с Рашей и Рамбана по поводу понимания этой строчки Хумаша. Раша говорит, что здесь речь идет о Торе, о всей Торе. Рамбан говорит, что здесь речь идет о Тшуе. То есть, по мнению Рамбана, это митсва, при которой сказано, что недалека она от вас, это митсва, чтобы ты сказал, кто взойдет на небеса для того, чтобы принести ее, и не за морями. Есть Махлоки с Ришонем, Рамбана и Раша. Речь идет о митсвитшуве, которая, понятно, что очень тяжело лошуф возвратиться от тех оверот, которые ты делаешь. И человек начинает говорить, что это очень далеко и так далее. И второе мнение, что речь идет не о митсвитшуве, а речь идет о всей Торе целиком. И обо всей Торе сказано, что недалека она от тебя. Это то, о чем Фим Альбим, по объяснению Альбима, говорит нам сейчас Шлома Амеллах. Поскольку понятно, что Шлома Амеллах повторяет нам многие места, сказанные в Торе, для того, чтобы объяснить их на примере более ясным и так далее. И он говорит, что человек, который не ксиль, разумный человек, человек, который начинает слушать свою, ну не знаю, как это сказать по-русски, божественную душу, свою часть той души, которая стремится ко Всевышнему, человек, перед которым Ират Шамаем боязнь неба, является самым важным в его жизни. Этот человек видит, что мудрость Всевышнего находится около него, ему очень легко ее достигнуть, и надо просто обратиться к ней, и все. Но человек, который погряз своих тавод, человек, которого называют ксилем, человек, который не хочет он принимать мудрость Торе, потому что тогда ему надо изменять всю свою жизнь. Подобный человек, он уговаривает себя, что мудрость Тора это не настоящая мудрость, и тогда ему приходится идти до края земли, для того, чтобы искать, в чем состоит мудрость Всевышнего, в чем состоит настоящая мудрость, и искать, как правильно себе жить. И я думаю, что многие встречали людей, которые делали самые невероятные попытки найти духовный смысл жизни, я не знаю, в йоге, в индуизме, еще во многих измах, которые существуют, начиная от коммунизма и кончая сионизмом, и ищут все, что только возможно, для того, чтобы закрыть глаза на Тору и искать что-то другое. Связано это с тем, говорит Мальбин, что Шлома Меллах объясняет, что это связано с тем, что этот человек ксиль, и Тора мешает его таавот, его желанию получать удовольствие и жить так, как ему хочется, и тогда он начинает, поскольку человек как бы частично пытается быть честным с самим собой, и он в какой-то момент времени понимает, что сколько можно так жить дальше, и он начинает искать смысл жизни в самых невероятных вещах. Это Пшат Пасука, так, как его понимает Мальбин. Гаон Мивильно учит его совершенно иначе, и сейчас будем смотреть, как учит Гаон. Он говорит, «Перед глазами человека, перед его лицом тот, кто понимает хохму, а глаза глупца находятся на краю земли. Имеется в виду, что тот, кто понимает, он не считает нужным сразу же прыгать, но он понимает то, что перед ним, и не ищет того, что находится далеко. Но Ксиль глупец, его глаза находятся на краю земли». Пока ничего не понятно. Теперь Гаон объясняет, что он имеет в виду. Он переводит сразу же стрелки на то, что Шлом Амеллах обращается к человеку, который начинает, который учит Тору. Человек, который начинает учиться, его глаза, имеется в виду глаза глупца, который начинает учиться, Ксилем он сейчас не объясняет человека, который погряз своих тавод, а Ксиль – это человек, который начинает учиться, так, как сейчас объяснит нам Гаон. Он сразу же обращает глаза на то, когда он закончит весь Шас, весь Талмуд, или хотя бы минимум этот Масехет. Обычно, когда дети начинают учиться, это очень заметно. Ребенок, грубо там, седьмого класса, который начинает, с шестого, который начинает учить Талмуд, обычно, когда они начинают, они еще ничего не понимают, им тяжело, когда они наконец вдруг понимают, что они могут что-то просчитать, то они начинают делать расчет, что если я буду учить Палмуды в день, или Падафы в день, сколько мне будет лет в тот момент, когда я закончу весь Талмуд. То, что им при этом надо учить каждый день, это уже ребенок не в состоянии воспринять. Но он сразу же думает о том, что будет, когда и так далее. Проблема состоит в том, что не только дети, но и многие взрослые, которые начинают учить какой-то Масехта, когда они читают первую фразу, когда мы начинаем читать Шума в Марьев, они уже где-то в голове готовят себе меню, которое они попросят приготовить на Сиюм Шаса, когда они закончат Шас. То, что это занимает в среднем 10-15 лет, это, как правило, человек не думает в этот момент. Это понятие глупца, которое учат для того, чтобы закончить. В этом мире есть три вещи, говорит Гаон. Эти три вещи, я не знаю, как их перевести по-русски, потому что все они по-русски переводятся одинаково. ТОФ, АРЕФ, МОИЛЬ. Все они переводятся словом «хорошо». Что это означает? АРЕФ – это фраза, которая употребляется для объяснения удовольствия этого мира, которая является раввим гарантами, которые приятны для тела человека. ТОФ, УМОИЛЬ – эти два слова «хорошо», они относятся, они оба хорошие, но есть разница между ними. Слово «МОИЛЬ» – это то, что помогает, то, что хорошо на потом, на после времени. Но сейчас эта вещь может быть совсем не выглядеть чем-то привлекательным и хорошим. Как, например, человек, которому дают горькое лекарство, поскольку у него что-то такое болит, и ему дают горькое лекарство, что во время, когда он ее принимает, это горько и неприятно, но после этого это принесет какую-то пользу. Этим словом означается «МОИЛЬ», обозначает вот этот «МУСАК», вот это понятие, которое мы только что обсудили. «ТОФ» – это вещь, которая с самого начала, в момент, когда это делаешь, действие, оно является хорошо, приятным для человека. То же самое, это все, что мы сказали, это то, что касалось «АЛАМАЗЭ». в «АЛАМАЗЭ» в этом мире есть три части, которые называются «АРЭФ», «ТОФ», «МАИЛЬ», в каждой из которых показывают какие-то разные аспекты понятия «хорошо». Теперь, вопросы «ХАЛАМАБА», связанных с изучением Торы. «АРЭФ» – это человек, то есть «хорошо». Это человек, который учит для того, чтобы у него была гарантия того, что его назовут травмом. Человек, который в будущем хочет получить от этого какие-то удовольствия, связанные с телом, в данном случае это «кавот», уважение, когда к нему будут относиться с чувством глубокого уважения, уступать место и так далее, и так далее. Слово «МОИЛЬ» понятно, что есть люди, которые учатся для этого. Слово «МАИЛЬ» это учеба, когда человек учит Тору для того, чтобы знать «Дин Ла Амито», знать «Галаху». То есть, сейчас ему немножечко «НИХТ ГУД», сейчас ему немножко плохо во время изучения, но это человек, которого нету ТОФ, нету, хорошо ему не становится во время, когда он учится, но после этого, когда он будет знать Галаху, ему будет хорошо, потому что он, наконец, выучил Тору и знает ее. И, наконец, последнее слово «ТОФ» это человек, который учится для того, чтобы выполнить МИЦВУ Создателя. И ему хорошо во время, когда он учится. Он еще не знает Галахи, он еще не знает, к чему это придет, но им хорошо во время самого процесса. Человек выполняет митцву Всевышнего тем, что он сейчас учится. Окей. И об этом сказано. Эйн Тов Ба Адам. Это цитата, которая приводится из книги Кагелета. Где Кагелет говорит. Ладно. Кагелет говорит. Вся еда и питье. И так далее. Цитата. Коля Хилава. Мидраж Кагелет говорит. Здесь явно нету Мидраж Кагелета. Я не подумал, что он мне понадобится. Мидраж Кагелет говорит. Что каждый раз, когда в книге Кагелет, которая не помню, как по-русски переводится. Когда сказано слово Ахилла или Штия, еда и питье. Это каждый раз говорится про хорошие дела и изучение Тора, о которых идет речь. То есть, когда Кагелет обращается, что Ахилла и Штия есть и пить. То он говорит не о физическом процессе принятия пищи. А о процессе духовной пищи. То есть, Митцвус и Маосим Тави. Митцвот и хорошие поступки. И вот то же самое. Сейчас, секундочку. И это относится к Тори и к Митцвот. Когда душа, которая это выполняется, об этом сказано. То, что говорит Кагелет, что видел я душу, что ей хорошо при ее тяжелом труде. То есть, кавана человека, который выполняет Митцву Всевышнего, должны быть выполнить Митцву Всевышнего, а не достигнуть результата этой Митцвы. В первую очередь, это относится к Торе. Но сейчас Шлома Амелых, по мнению Гаона, объясняет нам про отношение ко всем Митцвот Торе. Когда человек делает Митцву, и может быть кавана, что сейчас мне тяжело, я мучаюсь, когда я делаю Митцву, но я получу награду в будущем мире. Это далеко не самая плохая кавана. Это то, что обозначается словом Муиль. Митцву помогает для достижения цели. Алла-баба. Есть еще одна кавана, когда человеку хорошо в тот момент, когда он выполняет Митцву. То есть, человек выполняет Митцву с каваной, что мне приятно, я хорошо, плюс Митцву, то, что я делаю ее сейчас. Сейчас я выполняю Митцву. Без каких-то расчетов на Атит. Ему в данную секунду, а не в будущем, ему хорошо от этой Митцвы. И это то, что сказано. В первую очередь мы говорим сейчас про изучение Торы. И это то, о чем сказано. Этпней мивин хохмо. Что перед лицом понимающего находится хохма. Человек, понимающий, он видит хохму, которая перед ним, то есть Тору, и получает ганоу от нее. Он получает ганоу удовольствие от самого процесса изучения Торы. Поскольку его каванна, что он сейчас выполняет Митцву Всевышнего. Но Ксиль, глупец, это человек, который не так, как можно было подумать. Это человек, Ксилем Гагро называет, человек, который учится для того, чтобы знать Галаху. Не то, что учится, чтобы назвали Равом. Это отдельный разговор. О нем этот поступок Фигаон не говорит. Ксиль, это человек, который учится для того, чтобы знать, как правильно выполнять Митцвот. Его глаза находятся на краю земли. То есть, он не получает удовольствия от того, что он учит сейчас, до тех пор, пока он не выучит. И, соответственно, его любовь, его сердце, хочет закончить учебу. Хочет узнать, то есть, закончить процесс изучения Торы. И в этой ситуации, это риюса, это большой минус в процессе изучения Торы. Гагро здесь приводит, в общем, очень большой хидуш. Этот хидуш на самом деле написан в Талмуде. Мы сейчас увидим его. Но Гагро учит, что именно этому пришел научить наш Лом Амеллах, людей, которые садятся изучать Тору. Что есть люди, которые учат Тору, я повторяю своими словами, то же самое. По трём причинам. Первая причина, что ему стало очень хорошо от того, что он будет такой грамотный, и все будут перед ним вставать и относиться к нему с уважением. Это человек, который арев был ему Тору. То есть, доходит до состояния аревута, приятности в изучении Торы этого уровня. О нём этот пасук не говорит. Пасук говорит о двух людях, по-разному изучающих Тора. Один мывин, другой ксиль. Мывин, понимающий, это человек, который удовольствие, гону, изучение Торы, получает сразу же, как только он начинает учиться. Потому что, когда он начинает учить Тору, он в эту же секунду знает, что он выполняет митцву Всевышнего. Есть митцва Всевышнего учить Тору, и он этим занимается. Есть ксиль, который учит Тору, делает всё то же самое. Но его гону, его удовольствие, от того, что он когда-то будет знать, как правильно себя вести, как правильно выполнять митцву. И вроде, на первый взгляд, совершенно не самое плохое занятие Торы. Но Шлома Мелых, по мнению Гаона, называет этого человека ксилем. Дураком. Глупцом, наверное, правильный перевод. Поскольку он отодвигает от себя всю гону от этой митцвы. А гону должна начаться тут же. Она должна быть перед твоим лицом. Теперь попытаемся это как-то проиллюстрировать. Я открываю Сефир Яшо сейчас. Каждое издание немножко иначе устроено. Ешо-бен-нун, когда он становится, как бы, руководителем поколения после смерти Маше, Всевышний ему говорит много-много вещей, которые он должен учесть, как, в общем, царь Израиля, тот мангик, руководитель, который ведёт Амисраэль. И он говорит ему, один из псуким, я читаю. Не отодвинуться, Сефир Тора, вот это, из твоих уст. И ты будешь с ней трудиться, заниматься им, трудиться ей днями и ночами. Ради того, чтобы охранить себя, чтобы сделать всё, что написано в ней. Потому что тогда ты Тацлиях, тогда ты будешь успешно вести свои пути. И тогда ты станешь маскилем, тогда ты поумнеешь. Тогда у тебя будет скала образования. Меня интересует здесь комментарий человека по имени Ралбак, который пишет. Есть два вида изучения Торы, которые сегодня называются Бакиют и Июн. Бакиют – это быстро пробежаться, пройти, выучить, для того, чтобы владеть информацией. И Июн – это анализ того, что говорит Тора, копать глубже-глубже-глубже разные слои, хотя вроде бы уже всё известно. Потому что Талмуд, изучение Торы, она приводит к действию, к Маасе. Бэхэли га Маасим и Мэну – та часть, которая является хэликом, частью действий, которое выучится из Торы. Поэтому не нужно ликоцер, не нужно человеку укорачивать лаен бадварим га Маасим Мимэну. Укороченно учить те вещи, которые связаны с действием. И он должен думать, и чтобы человек не подумал, что достаточно ему, чтобы он сделал митсвот Маасеет. То есть для чего учить Торы? Для того, чтобы выполнять митсвот, который в нём написано. Например, есть митсва – одевать тфелин. Я уже знаю примерно, как надевать тфелин. И детали, которые я буду читать, которые могут случиться один раз в 500 лет с одним человеком на земле. И они описаны очень долго и, в общем, извините, иногда занудно в Талмуде. Если я их не прочитаю, это никак не повлияет на мою заповедь надевания тфелин, поскольку я и так знаю чётко, как её надевать. Потому что июн Деврейт… Не подумай так, говорит Раалбак. Потому что июн Бадеврейт Тора, углубление в изучении Торы – это сделает то, что ты скажешь, станешь ешар прямым в шлемутом Эль-Маасе. В цельности действий, которые ты сделаешь. И таким образом это приведёт к тому, что ты поймёшь сот, зод гамитсва. Тайны этой митсвы. Веатахлис гамикаванба. И тут цель, которую человек выполняет, выполняет эту митсву. Однако, июн бэхэлэк юни га Тора шэлоэ шаэр ламасе, но июн в изучении той части Тора, которая не придёт к исправлению, к прямым действиям. Гумамаш, гумимашээн сафэгбо, шээн рауэшээй кацэр гаадамбо. Человек должен понимать, что, тем не менее, не следует ему ли кацэрбо, потому что это гашлам шэбэхним. Это является гашламой, шалэм это цельность, сделание Торы цельной, которая находится внутри, для того, чтобы стал прямым тот, кто этим занимается и пришёл к своему шлемуту человеческому. Цельности как человека. И это объяснение, которое биуримдиврей Тора, которое является биуром, объяснением слов Торы, потому что человек, который идёт по путям Торы, и который занимается июном Торы, настолько, насколько это возможно, Гумушгах мято идбарэх, на нём находится гашгаха, влияние Всевышнего, наблюдение Творца идбарах, Ваихула даркэй баколэт, и всё время Гакодэшбрагу ведёт его правильным путём. Ваи цэвэву шэлоэрэ ми галэхэм баку им гагэм. Дальше к нам не относится. Дальше не относится к этой части. Он продолжает, что говорил Всевышний Ишио бэннуну, но то, что нам нужно, мы более или менее прочитали. Таким образом, здесь нам приводится, что Ишио бэннун получает ещё один хизук, ещё одно указание Творца о том, что нужно в Деврейторе лигабагэм. Лига – это уставать от Деврейтора, заниматься словами Торы до такого состояния, чтобы прийти, уставать от них, прийти к усталости. И пшат этого, объясняет он, что это июн, то есть занятие Торы бэйюн, даже те детали, которые не прямо связаны с Галахой, ни кицуршельхонору, ни сокращённые объяснения того, как надо себя вести, а именно июн, занятие Торой бэйюн для того, чтобы прийти к шлеймуту, к цельности картины этой митцвы. Есть такая гемора, чтобы как-то это лучше объяснить, я попытаюсь, если у меня получится. Есть такая гемора, сейчас, секунду, в Нидорим, Надафи Пайалев. Есть гемора, которая говорит. Есть пасук. Всё начинается с пасука, который сказан в книге Ирмиягу. Я читаю пасук. Кто такой человек, мудрец, понимающий это, которым говорит уста Всевышнего через него, и скажет нам, из-за чего пропала земля, и стала, как будто земля превратилась в пустыню, без того, чтобы по ней кто-то проходил. Кабана этого пасука. Из-за чего был разрушен первый храм. Ирмияу обращается к людям и говорит, что кто тот мудрец, который сможет объяснить, из-за чего Авда-Гаарец исчезла, пропала земля, то есть был разрушен первый храм. Говорит гемора, что означает пасук. Говорит пасук. Кто человек, который скажет и поймет это. Медраж в геморе приводится. Этот вопрос, из-за чего пропала земля, из-за чего был разрушен храм, был задан мудрецам, пророкам, и они не ответили. До тех пор, пока не ответил, не объяснил лично Всевышний. Он сказал, дыктив, есть другой пасук, который отвечает на этот вопрос. Пасук, который находится тоже в книге Ирмияху, попробуем его перевести. И сказал Всевышний, из-за чего пропала земля, из-за того, что вы оставили мою Тору, которую я дал перед вами, и не слушали голос мой, и не шли по ней. Говорит Всевышний, за то, что вы оставили Тору и так далее. То есть, объясняет гемора, речь идет о том, что вы не слышали моего голоса, а именно не шли путями Торы. Омараф, Игуда, Омараф, объясняет Раф Игуда от имени Рава, что имелось в виду. Ну, сейчас совершенно, так, Лихойра, может быть, кто-то знает, но Лихойра, на первый взгляд, совершенно новое объяснение, за что был разрушен Первый Храм, за то, что не говорили Броху перед изучением Тора. Не благословляли на изучение Торы. Точка. Сейчас, секундочку. В общем, то, что я хотел, геморе кончилось. Ран в трактате «Недорим» говорит очень интересный Исот, о чем идет речь. Для того, как я его прочитаю, я хочу на всякий случай перевести один из нусах, сказать по-русски, одну из формы благословления на Тору, который говорится с утра. Человек, который просыпается утром, он внутри всех утренних броход, одна из первых броход, о которых он говорит, броход на изучение Тору. Читаю текст броход. Благословенный Всевышний, царь нашего мира, который осветил нас своими заповедями и заповедовал заниматься словами Торы. Лаосок, батья, хтора, заниматься словами Торы. Не знаю, надо ли читать дальше, потому что то, что мне нужно, уже здесь, в общем, сказано, но прочитаем дальше. В эреф наа шемелакейну. Эреф мы с вами читали, что эреф это состояние, когда человек учит Тору для того, чтобы его называли равом. То есть состояние сделать приятным. Но дословный перевод слова эреф это вечер. Эреф это смешение, перемешание. Вечер это когда перемешаны день и ночь, когда тьма и свет становятся перемешаны настолько, что их невозможно различить. Поэтому название этих вещей дано эреф. Эреф это любое перемешивание. Таарувас это смесь. Ваарефна, перемешай, пожалуйста, Всевышний Бог наш, слова Торы в наших устах и в устах народа твоего, Дома Израиля, чтобы были мы и наши потомки и потомки народа твоего, Дома Израиля, все знали твое имя и учили Тора Лишма. И учили Торы во имя Торы. Что такое во имя Торы, сейчас придется разобрать. Бороха Таашем, благословленный Всевышний, который предупреждает Тору народу Израиля. Благословленный Всевышний, царь всего мира, который выбрал нас из всех народов и дал нам Тору, благословленный Всевышний, дающий Тору. Все, на этом броход на Тору кончились. И вот эти броход на Тору, говорит Гемора, что из-за того, что не благословляли во время первого храма, из-за этого был разрушен храм, из-за этого Авда-Арец исчезла земля. Причем это вещи, которые не могли сказать ни мудрецы, ни навиим, ни пророки, до тех пор, пока лично Всевышний не сказал этих слов. Теперь давайте посмотрим, есть некий Исот Рана, который Ран в комментарии на Недорим дает. В комментарии на Недорим, в Масехте Недорим, Ран это основной комментатор, который читается. Раша есть мнение, что это вообще не Раша, поэтому его редко учатся, там очень много противоречий, очень много непонятных вещей. Поэтому в Недорим учатся Ран, в первую очередь, потом Тосос и Рош. Ран приводят обычно все шитоты, но здесь это такой агодический Ран, давайте почитаем его. Написано, что мир разрушен из-за того, что вы оставили мою Тору. Что не было никого, кто мог ответить на вопрос Всевышнего, из-за чего разрушена земля, а только сам Всевышний. Это Ран, на этом Ран кончился. Теперь он приводит Мацати Бамагилат Старим, книга, которая называется Магилат Старим. Магилат Старим это как-то очень-очень старая книга, которая периодически цитирует Аризаль и Решоним. Я не знаю даже примерно какого она времени. Там есть всякие, в том числе, каббалистические вещи. Но здесь Магилат Старим приводит такой очень сильный пшат. А, это другая Магилат Старим, извиняюсь, это не эта Магилат Старим, которую я думал. Магилат Старим Рабейну Йона, есть две, это Магилат Старим Рабейну Йона, которые пишут. Вот как надо учить этот пасук. Альши Лобархуба Тора Тхила за то, что не благословляли на Тору перед ее изучением, из-за этого Авда Ариц исчезла, пропала земля. Деим Иса Аля Звам. Почему? Откуда взяла Гемора, что именно из-за этого? Как это видно в пасуке? Что если бы это было из-за того, чтобы они оставили Мои Тору, Кипшуто. Простое понимание пасука. За то, что оставили Тору Всевышнего, за это пропала земля. Если бы это было так, то было бы Машмоша Звуа Торова Луа Эскимба. То получилось бы, что это произошло из-за того, что они оставили Тору и не занимались Торой вообще. Тогда бы, если бы это так, то когда Всевышний задал бы этот вопрос мудрецам или пророкам, то почему они не могли бы ответить на этот вопрос? Все просто. Земля исчезла, то есть пропала, храм разрушен. За то, что не изучали Тору. Элементарно. В чем такая трудность, что Всевышний должен лично ответить на этот вопрос? Это вещь, которая открыта. В Экалле Фареше очень легко объяснить, что это за Хохомим и Гневиим, за мудрецы и пророки, которые не могут ответить на вопрос, что вы, ребята, не правы в том, что вы не занимаетесь Торой и вообще перестали ее соблюдать. Это очевидно. Эла Вадай, безусловно, а с ким гаю бы Тора, они занимались Торой, тамит, постоянно, в фихах поэтому. А ю Хохомим и Гневиим не понимали, не удивлялись. Альма Авдаарец. Люди сидят и учат Тору целыми днями. За что же Авдаарец? Адши паршо, а кодыш баругу. Поэтому пришлось ли Фареш ответить на этот вопрос? Лично Всевышнему, бацмо, лично. Он знает глубину сердца людей. Что они не говорили Брохана Тора изначально. Килоймер. Что означает фраза, что не говорили. Когда мы сейчас говорим Бороха, это называется, что мы говорим Броху или нет? Объясняет он. Килоймер. То есть, Тора не была настолько важна перед ними, что на это надо ли Варех. Они не занимались Торой Лишма, во имя Торы. Поэтому они не говорили Брохот. А именно, то есть, Кавана Лишма у них не было. Это Деврей Арава Хасид. Так объясняет Раббейн Йома. Эти слова годны и понятны для тех, кто их сказал. Я видел когда-то объяснение, которое давал Раф Ильяу Десслер в книге Миктафа и Ильяу этого Рана. Где он объяснял, что Кавана, что они учили Тору грубо, так как учат математику, физику. Для чего учат физику? Чтобы знать прикладные какие-то вещи, чтобы знать, как правильно запустить двигатель внутреннего сгорания. Грубо говоря. Также люди учили Тора для того, чтобы знать, как правильно надевать твилин. Чтобы знать, как правильно Галаха Лымайса, какая правильная Галаха в том и в другом случае. Это то, о чем говорит Шламу Амеллах по Агро у нас, что человек, который учит Тору для того, чтобы знать Галаху, этот человек называется Ксиль. Его Тора, она где-то далеко, она когда-то станет ему известна. Он учит для того, чтобы узнать, как правильно себя вести. В Икар, главная часть изучения Тора, изучение Тора Лишма, это учить Тора ради выполнения митцвы изучения Тора. Человек должен понимать, что есть отдельное митцвы изучения Тора. Я знаю Галаху, я знаю, как правильно себя вести в той или иной ситуации. И изучаю Тора, потому что Всевышний дал заповедь изучать Тору. И Аль-Идей этой митцвы, посредством этой заповеди, я уже выполняю митцву Всевышнего с самого начала изучения. Не в тот момент, когда я, наконец, узнаю, к чему привела вся Сугья, а вся Сугья, от начала до конца, все мое непонимание, все мои старания, все, что я вкладываю, это и есть митцва Талмуд Тора. Это изучение Тора Лишма. Таким образом, Гедр, изучение митцвы Лишма, это изучение Торы ради того, чтобы выполнить митцву изучения Торы. А не только ради того, чтобы узнать, какая будет Галаха после этого. Понятно, что в Галахот Талмуд Тора, Шульхонорах, Пасахах, законах изучения Торы, что в первую очередь человек должен учить те вещи, которые являются Галахой Лымайса, которые являются сегодняшней Галахой, для того, чтобы знать, как правильно делать. Потому что если человек не умеет выполнять митцву, то это отдельная риюса, отдельный минус незнания правильности митцву. Но кроме этого, есть еще одна часть изучения Торы, и это то, о чем говорит Гаон, что говорит нам Шлом Амеллах. Что человек во время всего изучения Торы, он должен с самого начала понимать, что я сейчас занимаюсь мудростью Всевышнего. Это миешер Драхав, это выпрямляет пути человека. Это является не цель изучения Торы, узнать, как правильно делать смитцву, а целью изучения Торы является изучение Торы. И это и есть изучение Торы Лишма. Поэтому Решуа Бен Нун получает от Всевышнего дополнительный хизук. Ваи гата Багем, занимайся ей. Теперь это можно увидеть в словах Брахот, которые мы говорим на Тору. Мы не говорим Броху на Тору, благословенный Всевышний, который осветил на своем заповеди и заповедовал нам выучить Тору. Мы говорим Лаосокба Деврейтора, заниматься словами Торы. Есть отдельная митцва, митцва Эсек Деврейтора, проговаривать, говорить слова Торы. После этого мы говорим, что будем мы и наши потомки Кулану и Дей Шмеха Валамдей Таратеха Лишма. Мы будем все знать Твое имя и будем учить Твою Тору Лишма ради изучения Тору. Не как средство для того, чтобы знать, как выполнять митцвот. Это очень серьезная такая заявка, если задуматься. Потому что на самом-то деле Гагро пишет о том, что есть три каваны изучения Торы. Кавана изучает Торы, чтобы тебя назвали Равом. Раз. Кавана, чтобы знать Галаху, два. Понятно, что первая, самая низкая, это Лолишма. Вторая, чтобы знать Галаху, это много более высокая. Но и это не главное кавана изучение Торы. Главное кавана изучение Торы ради митцва изучения Торы. И это не поняли ни Хохамим, ни Навиим до тех пор, пока Всевышний им лично не сказал, что первый храм был разрушен за то, что они учили Тору, чтобы знать Галаху, а не ради того, чтобы выполнять митцву изучения Торы. Окей? Это фактически написано в Ране на Гимора Нидорим. И Гагро объясняет, что это пшат-пасука, который говорит Шлома о Мелах. Мальбим учит этот пасук совершенно иначе, как мы видели. Мальбим, наверное, надо вспомнить, как Мальбим учит, чтобы как-то сделать секум. Мальбим говорит, что пшат этого пасука, кавана этого пасука, кто такой мудрый и кто такой Ксиль, мудрый человек, перед которым находится Бояль Всевышнего перед его лицом постоянно, он понимает, что когда он касается изучения Торы, то это необходимые вещи, это постоянно мудрость, хохма находится перед ним. Глупец – это тот человек, который отталкивает мудрость Торы для того, чтобы прийти к каким-то другим вещам, поискать внутри каких-то измов и других вещей, для того, чтобы просто оттолкнуть от себя митцвот и Тору, поскольку это тяжело и мешает ему того. Оба объяснения, естественно, правильные. Элувейл, Деврейла, Ким Хаим. Но глубина Перуши Агро здесь совершенно неожиданная и такая серьезная, поэтому я так надолго на нем засел. Но ничего, у нас есть время, может быть, даже перик закончил. Дальше. Следующий пасук говорит. Глупый сын, досада отцу своему и огорчение родительнице своей. Окей. Я не уверен, что это единственный перевод. Каа Слави в Бен Ксиль является гневом для своего отца. Сын, который Ксиль. Что такое Ксиль, Мальбим уже на много раз сказал. Умэмер, человек, который, Мэмер от слова отрицать, отрицающий, он является огорчением для той, кто его родил. То есть для своей мамы. Начинаем с Мальбима. Мальбим пишет. Габен Ксиль, сын, который Ксиль. Худс мимаши гу, горем и гон лавив. Кроме того, что он приводит огорчение своему папе. Из-за чего папа огорчается, что у него сын Ксиль. Поскольку папа видит, что Ксиль это человек-глупец, который из-за своих тавот выходит в плохую культуру. Кроме этого, он гам кен каас. Кроме огорчения, у папы рождается еще и каас, еще и гнев. В переводе, обратите внимание, как он перевел. Он говорит, глупый сын досада своему отцу. Он убрал отсюда слово гнев и убрал весь комментарий Мальбима. Кроме этого, он гарем, он влечет за собой еще и каас, еще и гнев. С той стороны, что он, на что гневается отец? На то, что из-за него расстраивается его мама. То есть, его навшо, мара аль-масав, его душа, горько душе, по поводу действий, которые он делает. И это гневает отца из-за того, что он переживает за свою жену. Или из-за того, что он постоянно находится в ссоре со своим сыном. И сказано дальше, что отец, секундочку, гава лавив бэн ксиль вэд лав тарит меденейша. То, что из-за того, что у отца есть сын, который ксиль, это приводится к переживанию со стороны мамы. Окей. Мальбим объяснил довольно понятно. Гаон на этот раз пишет очень короткий комментарий, но все-таки попытаемся его как-то разобрать. Он пишет три строчки, две с половиной. Он пишет, что гнев отца связан с тем, что его сын является ксилем. То есть, что значит ксиль? Объясняет Гаон. Я еще раз напоминаю. По мальбиму ксиль это человек, который достаточно умный, понимающий, что он делает, но при этом из-за своих таавод, закрывающих глаза, и ищущих другой путь, из-за того, что его таива мешает ему принять Тору. Здесь он пишет, Гаон пишет, что ксиль это человек, который сорер негетавив, человек, который восстает против своего отца. И это, естественно, приводит отца к состоянию гнева, потому что сорер это, что означает слово сорер. Я не нашел другого слова, перевел словом восстает, но Гаон объясняет, что сорер это человек, который отказывается от выполнения митцвод-делой. В Торе есть два вида митцвод, митцведелай и неделай. Каас со стороны отца это тот сын, который из-за своего ксилута, глупости, он отказывается выполнять митцвод-делой. Что такое митцвод-делой? Спать в суке, надевать тфелин и так далее. Очень трудно ответить на вопрос, какие митцвод более хамурот, митцвод делай или митцвод не делай. Что более хамур, что более строгое нарушение каких митцвод. За митцвод делай, в принципе, не положено наказание, и человек, который миватель митцва-асе, он получает наказание башамаем какое-то очень определенное. Например, человек, который не надевает цицит, написано, что у него нет наказания в гейноме, если он выполняет все митцвод лот-асе. Не делай. Но если он нарушает какую-то одну митцву, не делай, то ему прибавляется к этой митцвод еще и наказание за митцвод, который нарушил митцвод делай. Но гнев отца разгорается на те митцвод делай, которые человек отказывается делать. Не надевание тфелин, не чтение шма, не надевание цицит, не слушание шафара, не говорение кедушев шаббат и абдолы и так далее. Но мамер, человек, который делает отрицание, он является для своей родительницы, является горем. То есть человек, который морет негет мамы, человек, который восстает уже не против отца, а против своей мамы. В другой герсе, в рукописи Агро, здесь написано не тот, кто восстает против мамы, а тот, который восстает против своего раба. Это тот, кто восстает против заповедей Лот-Ассе. То есть первое было гнев отца, тот, кто не выполняет митцвод Ассе. Теперь расстройство, переживание мамы, тот человек, который нарушает митцвод Лот-Ассе. Как я уже говорил в другом месте, мы это уже читали, что заповеди Лот-Ассе, давайте в двух словах, заповеди Ассе связаны с мужским началом, заповеди Лот-Ассе связаны с женским началом. То есть, захор ва шамор, помни и соблюдай в шаббата, да и вообще во всей торе, помни делать митцво делай, связанное с мужским началом, митцво не делай, связанное с женским началом. Суть женщины, женщина много раз называется в геморе карка-ойлом. Карка-ойлом это дословно, как карка-ойлом? Почва земли, земля. То есть функции женщины, если женщина сидит и ничего не делает, то на 90% она не нарушает ничего в торе. Мужчина, который сидит и ничего не делает, он нарушает тору. Потому что функция мужчины в этом мире это делать, функция женщины не нарушать, не делать. Грубо говоря, мужчина, который не говорит Лошенгору, хорошо бы его увидеть, но предположим, что мы такого нашли. Мужчина, который не говорит Лошенгору, он нарушает заповедь тора своей речью, потому что ему нужно кроме этого еще и говорить слова торы. Женщина, который не говорит Лошенгору, она ничего не нарушает, и она добилась максимума в своем соблюдении митцвы, связанных с речью. И не только с речью, но со всеми остальными вещами. Мужчина должен утром встать, прочитать шма. Женщина, как правило, она встает с утра, как все люди, но женщина может спать сколько угодно, потому что у нее нет заповедей чтения шма. Жизнь женщины не связана с митцвот делой, связанным со временем. А все митцвот не делай, они со временем не связаны, поскольку не воровать это митцвот так же в шаббат, как и в будни, так же ночью, как и днем и так далее. Поэтому человек, который нарушает заповедь делой, это заповедь, связанная с отцом, с мужчиной. Поэтому он является тем, кто гневалит своего отца, но человек, который нарушает заповедь не делай, это уже удар по маме, поскольку мама и ее суть, это заповеди не делай, поэтому здесь бгам входит, изъян входит и в понятие мамы тоже. Окей, это Гаон на это предложение, таким образом мы прочитали и Гаона, и Мальбима, и можем двигаться дальше. Здесь очень коротенькие предложения, в общем, относительно легкие. Правда, следующее не знаю, насколько оно легкое, ну попробуем. И карать нехорошо правого, тем более обещевать благородных за их честность. Такая, знаете что, прочитаем сразу несколько предложений. Удерживает слова свои, обладающих знаниями, хладнокровен человек разума. Глупец, который молчит, считается мудрым. Тот, кто закрывает свои уста, он разумен. Мальбим объединяет эти все псуким, и попытаемся прочитать, как он учит сразу всю совокупность этих трех псуким. А, вначале на иврите я переведу, хотя, в принципе, он примерно так и сказал, одну секунду я потерял. Он говорит, что также наказание праведника, это нехорошо, чтобы бить людей, которые надевим, которые благородны, которые готовы много дать, для того, чтобы их выровнять. Темнота, давайте читать Мальбима. Мальбим говорит, сказано здесь, что есть вещь, которую можно понять в соответствии с тем, как мы ее наблюдаем. Билтси Топ и Йошер. Вещи, которые выглядят нехорошими и непрямыми. То есть, существует определенная нагага, определенное управление миром, и это то, что выглядит в управлении миром непонятным и несправедливым, это то, что Всевышний наказывает праведника. И то, что он дает наказание людям, которые называются надевим, как это надев привести? Тот, кто дает много дздоки, щедрый, кто дает много дздоки, что отсюда появляется тлуна на цадика, и которому плохо. Это очередной раз Шлома Амеллах затрагивает ту тему, которая в Танахе затрагивается и в Геморе много-много раз. Как понять ситуацию, цадик, которому плохо в этом мире, праведник, которому плохо? Отсюда же возникает следующий вопрос, раша, которому хорошо. Что когда Всевышний наказывает праведника и делает так, что это выглядит нехорошо, то это то же самое, что ударить деньгами по щедрым людям за их юширство, за их прямоту. Имеется в виду, что это возникает вопрос, а куда девается юшир, прямота этих людей? И на это приходит Шлома Амеллах ответить, что кто знает да отхожих, кто может узнать знание, понятие темноты, про которое сказано, что такой вопрос нельзя задавать. Человек не в состоянии задать этот вопрос. То есть вопрос, как может быть цадик, которому плохо, поскольку после того, как человек знает альпига дат, по своему дату, разумению, что Ашем, он мажгех, он влияет, он наблюдает, и от Всевышнего не выходит никакой негативной вещи, потому что Всевышний является шалем ба тахлида шлемут. Он является цельным в самой большой цельности, которая может быть. Ашем это и есть суть понятия цельности. Если так, то известно, безусловно, что законы Всевышнего, они и мэт, они истины. И нельзя исследовать и открыть, понять эти законы из-за той кушьи, которая есть у человека. Это нормальная ситуация, что человек не понимает пути Всевышнего и не понимает, каким образом цадика вдруг наказывает, каком образом щедрого человека вдруг лишают возможности проявить свою щедрость, лишают денег и так далее. И человек, который ищет твуна, человек, который называется человеком твуны, твуна – это бина, знание, разумение, он понимает смысл этой гангаги, то есть человеку иногда открывается через его разум понимание того, почему Всевышний так управляет миром, что это для того, чтобы заплатить за какой-то грех, который сделан в этом мире. То есть, поскольку мы знаем, что «эн цадик баалам шер лох ата», Шлом Амела говорит это в книге Кагелита, что «эн цадик баалама шер лох ата» не бывает в мире праведника, который ни разу не согрешил, и поэтому иногда Всевышний наказывает за ту небольшую авэру, которую цадик сделал в этом мире, для того, чтобы его награда в мире грядущем была стопроцентна, и ему не нужно было получить никаких изъянов в награде Алла-Мабба, для того, чтобы дать ему что-то хорошее баахрито. И подобно этому многие другие вещи, которые сказаны в «эгуй екар руах», то есть даже внутренний руах человека, он не может коснуться этого вопроса, потому что человек должен это усвоить и понимать, и не задавать постоянно вопросы, как такое могло произойти. Я думаю, что любой человек задавал себе эти вопросы, и любой человек спрашивал, в худшем случае про себя, я такой праведный, как же мне так вот, а в лучшем случае, когда человек немножко более самокритичен, то он, видя страдания праведника в этом мире, задает вопрос, вот как такое может быть, от чего, почему и так далее. И не поможет никакой сомнение, которое рождается по этому поводу. И если человек мудрый, то он должен махрить, что он будет молчать на эту тему, и не будет слишком сильно, усиленно, заинтересованно работать над этим вопросом. И хахам, человек, который мудрый, он ехашев, его эти мысли, он уже понимает, что ведет себя в соответствии с мудростью Творца, что подобных вопросов нельзя задавать ртом. Нет никакого смысла ртом задавать эти вопросы. Даже если в сердце возникает этот вопрос, то у него хватит мудрости по поводу того, чтобы не вынести его наружу и не сказать его словами. Поэтому человек, которого темс хватав, человек, который, я не знаю, русских слов очень трудно, сжимает свои уста на эту тему полностью, до такого состояния, что даже внешняя речь, которая у него выходит, никогда не найдется какой-то пик-пук, какое-то сомнение, какая-то нагия и что-то подобное. Такой человек считается мудрым человеком. И он выходит на ступень, которая называется ступень бины, ступень размышлений, как сказано, и корох, и штвуна. То есть, Мальбим говорит, что эти три пасука, которыми мы сейчас занимаемся, которые мы прочитали по-русски, за неимение другого, я прочитаю именно так, что, я только свяжу это с предыдущим предложением, глупый сын, досада отцу. И глупый сын, это тот, который задает вопрос по поводу того, что ведь нехорошо Всевышнему карать правого, тем более наказывать благородных за их честность. Человек же, который удерживает свои слова, это человек, который обладает знанием, человек, который хладнокровен, он называется разумным человеком. Глупец, который молчит, то есть, у него возникают эти вопросы, но он сдерживает себя. Подобный человек называется мудрым, тот, кто закрывает свой рот, он называется разумным. Несмотря на то, что этот вопрос у него существует, но у него хватает разума, ума и так далее, для того, чтобы этот вопрос остался на уровне внутри и не вышел наружу, поскольку выход наружу этого вопроса ничего умного не может дать, кроме сфекот, сомнений, которые могут родиться, а человек, который хорошо проанализировал ситуацию, он понимает, что он не выходит на уровень понимания этого вопроса. Гаон, в общем, здесь сильно много не добавляет, я не знаю, успевали, я вначале скажу то, что необходимо, а потом, если успеваю, то прочитаю Гаона на эту тему. Известно, что этот вопрос, который задавал Маше Рабейну, лично Маше Рабейну задавал Всевышнему вопрос. Когда после того, как был сделан золотой телец, и Маше обращается ко Всевышнему с просьбой простить Амисраэль, то Акодыш Баругу прощает Амисраэль и прощает из-за молитвы Маше, когда Маше просит простить ради заслуг Авраама, Иска, Каякова. И говорит Всевышний, что знай, что Маше, что прибудет такое время, когда заслуги праотцев закончатся, и тогда молиться, упоминая заслуги праотцев, будет бесполезно. И тогда единственное, что может спасти Амисраэль, и открывает ему тайны молитвы, при которой мы молимся много раз в Йемкипор, шло шесре, медот, рахамим, 13 принципов милосердия Всевышнего, которые будут работать даже в тот момент, когда никаких заслуг Амисраэля не будет, и это связано с верхними качествами милосердия Творца, которые находятся выше, чем может достигнуть атрибут суда, которые находятся настолько высоко, что разными куболем по-разному их называют, Орахапин или Ганаагат Ихуд, то есть то, что связано с Ганаагой ради конечной цели создания мира, которое не срабатывает по Маарехиту, по системе, которая называется Мишпат Суд, Альписуд по закону суда мы должны получить не то, что получаем, но Всевышний прибавляет к атрибуту суда, соединяет его с атрибутом самого высокого милосердия, для того, чтобы привести мир к состоянию того, для которого он был создан изначально. Такое открытие Всевышнего в форме полного открытия бывало очень редко, обычно это какое-то сочетание, но вот одно из них, мы знаем, что когда Амисреэль находился в седьмой день Песоха около моря, то заслуг Амисреэля для того, чтобы море раскрылось, говорит Медрашналам Зогари, не хватало, море не должно было раскрыться. Малахе и Ашерет Ангелы спрашивали Всевышнего, Майшно Элу Меэлу, чем эти отличаются от этих, чем египтяне отличаются от евреев, Аре Эла Абдеева Дазара, Ваэла Абдеева Дазара, и те и другие служат идолам. Почему одних ты хочешь спасти, а других утопить? И Акодыш Берагу ответил на этот вопрос, что Маше начал молиться, ответил Всевышний Маше, прекращай молиться, молитва всегда помогает только, когда есть какие-то скует, здесь никаких скует не хватает вам, Баатика Талья, все, что сейчас происходит, связано с Атикой, Атика, это вот эта самая высокая мера милосердия Всевышнего, которая находится безумно высоко, грубо говоря, соединяет мир Ацилус с миром еще более высоким, Адама Кадмон, о котором мы, естественно, говорить сейчас не будем, но только мера стопроцентного милосердия Всевышнего может сделать так, чтобы Масраэль заслужил спасение, потому что Альпедина это невозможно. И вот когда Масраэль получил эти 13 мер милосердия, то он обратился к Всевышнему с просьбой, он понял, что это этрацон, желание Творца раскрыть на таком высоком уровне себя, что он может попросить Всевышнего еще одну просьбу. И он обращается к Творцу и просит, цирелия от Квадеха, покажи мне твой кого-то, объясняет комментатор, что Масраэль попросил Всевышнего объяснить ему, раскрыть ему, как Всевышний управляет этим миром. Вопросы, которые он задал, это был вопрос, как может быть цадик, которому ра в этом мире, цадик, которому плохо в этом мире. Это вопрос Масре, на который Масраэль получил ответ, который говорит, не может меня видеть человек и остаться в живых. То есть понятие цадику, которому плохо, это понятие, которое выходит за грань пониманием Аширобейна. Поэтому, когда сейчас Шламамеллах нам говорит о том, что не надо отвечать, задавать этого вопроса, потому что вы знаете, человек знает о том, что цадик должен получить наказание за ту авейру, которую он сделал в этом мире, чтобы в будущем мире он уже получил полностью, как бы полностью награду, без каких-то любых признаков, чего-либо другого, то когда это говорится таким простым языком, так говорит Рамхаль, так говорит Нейшо, так говорят очень многие комментаторы Талмуда, но реально это не дает полного ответа на этот вопрос, поскольку полный ответ был исключен даже из знаний Аширобейну. Поэтому, когда нам дают ответ на этот вопрос, я думаю, что мы все понимаем, что Масше спрашивал что-то значительно более высокое. Аширобейну хотел увидеть, как все Иссурим, как все несчастья, как все страдания, которые есть в этом мире у цадиким, складываются в мозаику, которая приводит к исправлению мира и доведению мира до конечного замысла Всевышнего. На это он получил ответ, что это не может увидеть человека остаться в живых. Это может быть связано с предыдущими Гилгулим, как объясняет Рамбан, это может быть связано еще с какими-то вещами, Раша пишет еще какую-то вещь, Раша пишет, что есть страдания, которому нету объяснений, нету причины в этом мире. На Рашу все набрасываются, объясняют, что это не так, но есть такой Раша в Геморе Брахот и так далее. Но Рамбан пишет в Сефер Агмуль, что это связано с Содга и Бур, с понятиями ибура, беременности, с понятиями того, что такое беременный год, беременный месяц и так далее. То есть понятие того, как Всевышний управляет миром через Маарехет Кахавима Мазалот. Но после того, как мы сказали, что это управляется миром-творцом, и у Творца есть конечный замысел, хочет сказать, Гаон говорит то же самое, я просто другими словами объясняю, потому что прочитать у меня не хватает времени, что все, что происходит в этом мире, человек должен понять, что до конца замысел Всевышний невозможно понять, невозможно узнать, поэтому человек должен просто научиться уходить от этого вопроса, не задавать его, потому что общее направление понимания есть, а слишком думать на эту тему невозможно. Если кого-то это сильно заинтересует, есть очень длинный рамбан, Псефер Агмуль, который об этом пишет очень долго, но кончает тем, что это связано с содгейбур, понятиями ибура. А что такое содгейбур, тайна ибура? Пишет рамбан, что это нельзя объяснить бихтав, нельзя объяснить вулсный фор, письменно, а намекать на это не имеет никакого смысла. Тем не менее, комментаторы рамбана, в том числе Раконати, объясняют это, объясняют это, шло еще кто-то, какие-то объяснения есть, но мы не будем сейчас сдаваться. Шло в Амелах нам советует, что человек, которого, разумный человек, у которого есть понятие хохма и твуна, он должен, даже если в сердце появляются какие-то вопросы, он должен научиться не произносить их, понимая, что есть какие-то вещи, которые выше человеческого разумения. Аткан до сих пор. Таким образом, мы закончили эту главу, 17-ю главу, ибо из Радошем из Барах с Божьей помощью в следующий раз начинаем главу номер 18. До следующего воскресенья, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова